Добрый день. Меня зовут Борис Петрович, фамилия моя Селенкер. Мы продолжаем с вами курс алгебры. Курс называется «Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии». Мы уже с вами в трех лекциях, в первых трех лекциях, рассмотрели аналитическую геометрию. Давайте подведем некоторые итоги. Что мы узнали? Первое, что мы узнали, это некоторые технические части, они в самом случае у нас были. Это были определители и векторная алгебра. В самом случае они для нас носили технический характер. А наша задача состояла в том, чтобы рассмотреть аналитическую геометрию. Аналитическая геометрия у нас состояла из двух частей. Первая – аналитическая геометрия на плоскости. Аналитическая геометрия на плоскости – это прямые на плоскости. и кривые второго порядка. Прямые — это есть уравнение первого порядка. А х плюс b и у плюс c равняется нулю. По отношению к ху и у это первого порядка. И кривые второго порядка — это эллипс, парабола, гипербола. В уравнении мы рассматривали каноническое уравнение. Входят квадраты х в квадрате, у в квадрате, или, во всяком случае, квадрат одной из переменных. Затем мы рассматривали, в дальнейших лекциях мы рассматривали аналитическую геометрию в пространстве. В основном это прямые и плоскости в пространстве. Мы выяснили, что плоскость и прямая — это есть некоторые уравнения первого порядка. Тоже относительно х, у и здесь уже переменная сет. Это означает, что у нас была задана фиксированная система координат, то есть точка О, и три вектора взаимно перпендикулярных, и Ж и К. Каждый вектор раскладывался по этим трем основным векторам, базисным, как говорят, векторам. Они взаимно перпендикулярны, то есть прямоугольные. Базис был у нас. И каждому вектору соответствовали три числа взаимно однозначно. Это представление было однозначное разложение по базису. И мы с вами изучали вот такой вопрос, связанный с аналитической геометрией. То есть с изучением уравнения первого порядка. Теперь наша задача состоит в следующем. Раньше мы жили, мы рассматривали геометрию в двумерном и трехмерном пространстве. Наша задача является линейная алгебра, изучение линейной алгебры. Это изучение пространств и действий различных линейных операций в них в н-мерном пространстве. Вот с этого мы как раз и начнем. И первое — это понятие арифметического линейного пространства. Р, Н читается. Р, К, Ху, Н. Итак, вектор А у нас раньше был. Он имел три координаты А, Х, А, У, А, З. Или вектор Х имел три координаты Х, У, З. Мы его откладывали от начала координат. И Х, У, З — это были координаты конца. И изучали, я говорил, плоскости прямые в трехмерном пространстве. Теперь у нас будет вектор Х с чертой. Он будет иметь Н координаты Х1, Х2, Х1. Это упорядоченный набор вещественных чисел. Каждая Х катая принадлежит Р1. Р1 — это просто... То есть каждая Х катая является вещественным или что то же самое действительным числом. Итак, мы будем рассматривать Н-мерные векторы. Н-мерные векторы мы будем изображать либо в виде... Вот видите, Х1, Х2, ХН в виде строки, либо в виде столбца Х равняется Х1, Х2, ХН. Ну, не обязательно. У нас будет обозначение векторов. Это будут А, А. Обозначение будут латинские буквы. В данном случае вектор Х, будет У, будет вектор. Вектор А, вектор Б, ну и так далее. Иногда мы будем над векторами ставить значки черт. Иногда не будем ставить. Но, в любом случае, все время у нас будут рассматриваться Н-мерные векторы. Теперь линейные опирательные векторы. Ну, я думаю, что вы помните, как это раньше было. Теперь мы сделаем следующее. У нас вектор, заданы два вектора. Х вектор Х1, Х2, ХН. Вектор У, У1, У2, УН. Мы ведем операцию сложения и умножения на скаляр. Сложение. Это покоординатное сложение. Х1 плюс У1, Х2 плюс У2, ХН плюс УН. Понятно, что если надо будет разность, то здесь будут знаки минус. И умножение лямбда на Х. Лямбда умножит число лямбда. Лямбда у нас вещественное число. Умножить на вектор Х. Это означает, что каждую координату надо умножить на это число лямбда. Вот множество векторов, н-мерных векторов, Х, с введенными линейными операциями и составляет пространство РН. Ноль вектор. Это вектор, который имеет все координаты, равные нулю. Нулевой вектор и только нулевой вектор имеют все координаты, равные нулю. Дальше. Два вектора, Х и У, заданных своими координатами, равны между собой. Х равняется вектору У. Если равны их соответствующие координаты. То есть, Х1 равно У1, Х2 равняется У2 и так далее. ХН равняется УН. Вектор минус Х имеет координаты минус Х1 и так далее, минус ХН. Лямбда Х – это вектор, коллинеарный вектору Х. Лямбда Х. Теперь, какие законы или аксиомы? Какие законы здесь? Они легко проверить в выполнении. Вот первое, У плюс Х равно Х плюс У вектор А. Это означает, что есть перестановочность, или, как называется, коммутативность. Коммутативность. Теперь дальше. Х плюс У плюс З равняется Х плюс У плюс З. Дальше. Х плюс 0 равняется Ху. Х плюс минус Х равняется нулю. Ну и последнее. Это лямбда, умноженная на Х плюс У, равняется лямбда У. У умноженное на Х плюс лямбда Х плюс лямбда умноженное на Х. Теперь. Пусть заданы числа лямбда 1, лямбда 2, лямбда Н из Р1. И вектора А1, А2 и так далее, АН. Тогда выражение лямбда 1, А1 плюс лямбда 2 умноженный вектор А2 плюс лямбда и так далее, плюс лямбда Н на АН называется линейной комбинацией векторов А1, А2, АН. Эта линейная комбинация удобно записывать с помощью знака суммы. Сумма К от единицы ДН лямбда К на АК. Пусть заданы векторы А1, А2, АН. Вот совокупность всех линейных комбинаций этих векторов называется их линейной оболочкой и обозначается через L. Иногда пишут фигурные скобки, иногда пишут круглые скобки. А1, А2, АН. Теперь важное понятие. Векторы А1, А2, АН линейно зависимы, если хотя бы один из них является линейной комбинацией всех остальных. Вот ниже написано, что вектор А2 является линейной комбинацией векторов А1, А2 и так далее, АН. Вы видите, вот написано слева, А2 равняется какой-то А1 на А1 плюс А2 на А3, А3 и так далее, плюс АН на АН. Альфа КТ это числа, вещественные числа. И вот эти Н векторов линейно зависимы, если существует их линейная комбинация, у которых хотя бы один из коэффициентов, фактически один из векторов является линейной комбинацией других. Ну не обязательно, конечно, вектор А2, а может любой другой вектор быть линейной комбинацией, но во всяком случае хотя бы один из векторов является линейной комбинацией. Например, на плоскости два коллинеарных вектора линейно зависимы. Почему? Потому что мы знаем, что два вектора коллинеарны, для того, чтобы два вектора ненулевых вектора были коллинеарны, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось соотношение. b равняется λ, умноженное на а. Если перенести это в одну сторону, то получается λа минус b равняется нулю. То есть мы показываем, что один из векторов является линейной комбинацией другого вектора. То есть равняется λ, умноженное на а. Или, обращая ваше внимание, то есть фактически выполняется следующее, что λа минус b равняется нулю, где λ не равняется нулю. Вообще говоря, не равняется нулю. Поэтому, значит, вот видите, это есть линейная комбинация векторов а и b. Один из коэффициентов λ, а второй равняется минус единице. Теперь, а1, а2, а, н, линейно независимы, если вот эта линейная комбинация обращается в нуль тогда и только тогда, когда все λ1, λ2, λ, н равны нулю. Итак, что означает линейная независимость? Независимость означает следующее, что вот эта линейная комбинация обращается в ноль только лишь при всех λ1, λ2, λn равно нулю. Вот, конечно, если λ1, λn равны нулю, то ясно, что левая часть будет равноправой, потому что ноль, умноженный на любой вектор, есть снова ноль вектор. Но тут написано, сказано только лишь при λ1, вот это именно слово «только» здесь играет основную роль. Вот если имеется н векторов, то они либо линейно зависимы, либо линейно независимы. Я обращаю ваше внимание на это понятие, потому что оно играет очень важную роль в дальнейшем. Примеры. Два неколинеарных вектора на плоскости, линейно независимы. В пространстве что получается? Три вектора, лежащие в одной плоскости, или такие векторы называются компланарные векторы, они линейно зависимы, а три линейно некомпланарных вектора линейно независимы. Определение. Базисом линейного пространства АРН называется система векторов А1, А2, АН, удовлетворяющая следующим двум условиям. Первое. Векторы А1, А2, АН линейно независимы. Второе. Любой вектор из АРН является линейной комбинацией этих векторов. Примеры базиса. Вот возьмем на плоскости два неколинеарных вектора. Первый вектор А1, второй А2. Они неколинеарны, и, следовательно, как мы уже говорили, они линейно независимы. Вот если мы берем любой вектор А, то по правилу параллелограмма он равняется АВ плюс АД. Но АВ колинеарен вектору А2, поэтому он равняется лямбда 2 на А2. Вектор АД колинеарен вектору А1, поэтому он равняется лямбда 1 на А1. Ну и по правилу параллелограммы получается, что вектор А является линейной комбинацией этих двух векторов. Итак, эти два вектора на плоскости линейно-независимы, и любой вектор, они все откладываются от одного и того же начала, от точки А, является линейной комбинацией этих векторов. То же самое и в пространстве. Хотя здесь нет чертежа, но три любых некомпланарных вектора в пространстве образуют тоже базис. Мы уже говорили о том, что они линейно-независимы. А если мы берем, откладываем их от одного начала и берем любой четвертый вектор, то тоже по правилу параллельпипеда он является линейной комбинацией этих векторов. Теперь рассмотрим пространство РН. Базис в нем составляет, например, следующая система векторов. Первый вектор Е1. Что характерно для него? У него одна координата, а именно первая координата, равна единице, а все остальные координаты равны нулю. Вектор Е2, в нем первая координата 0, вторая единица, все остальные 0 и так далее. ЕН получается 0,0, все нули за исключением последнего единицы. Теперь эти векторы, давайте составим их линейную комбинацию. Видите, лямбда 1 на Е1 плюс лямбда 2 на Е2 плюс и так далее плюс лямбда Н на Е1. Что такое лямбда 1 Е1? Лямбда 1 на Е1 это будет вектор, у которого первая координата будет лямбда 1 умножить на единицу, то есть будет лямбда 1, а все остальные нули. У второго лямбда 2 на Е2, вторая координата будет лямбда 2, а все остальные нули и так далее. В последнем случае λn, En получается одна координата, последняя координата равна λn. То есть слева в сумме у нас получается вектор, у которого координата λ1, λ2, λn. И он равен 0 вектору, у которого все координаты равны 0. Два вектора равны, когда равны их соответствующие координаты. Тогда и только тогда. Поэтому λ1 равно 0, λ2 равно 0 и так далее, λn равно 0. Это означает, что эти векторы, m векторов, линейно-независимы. И можно показать, что любой вектор x из rn, вот он написан, x1, x2, xn, имеющие координаты, его можно представить совершенно естественным образом, в виде x1 на e1, потому что плюс x2 на e2, плюс и так далее, плюс xn на e1. Почему так? Потому что x1 на e1 имеет одну координату, отличную от нуля, а именно первую координату, она равна x1. У второго только лишь вторая координата равна нулю, и так далее, xn, последняя координата xn. Все остальные ноль. Ну, если сложить, мы уже это обсуждали, получается просто вектор x1, x2, xn. Значит, любой вектор является линейной комбинацией. Итак, эти m векторов образуют базис в пространстве rn. Надо сказать, что в пространстве rn существуют и другие базисы. Вот, например, базис, состоящий из векторов. Вот видите, он написан a1, a2 и так далее, an. У первого все единички, у второго все единички за исключением первого, и у последнего все нули за исключением одной единички, которая последняя. Мы еще будем это дальше обсуждать, но можно показать, что они образуют базис, и это другой базис в этом же пространстве. Их n штуки, каждый вектор, есть их линейная комбинация. В этом случае говорят, что размерность пространства rn равна n. Теперь, если заден какой-нибудь базис, a1, a2, an, пространство rn, то каждый вектор однозначно разложим по базису. Вектор x. Ну, тут координаты его обозначены буквами x, это очень часто бывает. Я иногда их обозначаю x, иногда x. Ну, посмотрите, пожалуйста, эта буква называется x, x1, a1, плюс x2, a2, плюс и так далее, плюс xn, an. Однозначное представление, то есть единственное значение координат. Поэтому x1, x2, xn – это координаты вектора x в базисе a1, a2, an. Конечно, в другом базисе будут другие координаты. Теперь, что такое подпространство. Итак, что значит подпространство? Это, если без определения, то это означает следующее. Имеется некое пространство, в нем определены операции сложения и умножения на скаляр, а именно пространство rn, а мы берем часть этого пространства. И тогда получается подпространство, ну, более точное определение. Что такое подпространство? Пространство rn. Это не пустое множество, v из rn. И оно удовлетворяет следующему условию. Для любых векторов x, y из v, любых чисел α и β, линейная комбинация также принадлежит v. Итак, значит, α и x плюс β и y также принадлежит. Значит, если x и y принадлежат v, то любая их линейная комбинация принадлежит v. Нулевой вектор, когда получается, нулевой вектор, он имеет координаты, равные нулю, он входит во все пространство, и он получается, когда α равно нулю и β равно нулю. Вот если мы берем ноль, пространство, состоящее из одного элемента, нулевого, или пространство, состоящее из всех элементов, вот они тоже будут являться, потому что rn – это часть самого себя, входит в само пространство rn. Но они называются собственные подпространства. В любом пространстве rn существует и собственное подпространство. Значит, это были не собственные подпространства, а собственные подпространства rn. То есть те, которые составляют его часть, часть этого пространства. Ну, вот пример. Обозначим через v множество всех векторов x, у которых первая координата равняется нулю. В плоскости r3 – это плоскости прямые, проходящие через начало координат. Допустим, x1 равно нулю, в r3 – это и есть плоскость, в которой y есть и z, y, o, z. То есть это плоскость, в уравнении которой x равняется нулю. Теперь. Итак, мы ввели понятие rn-мерного пространства, а именно конкретно пространство rn. Мы определили, что такое линейно зависимые, независимые системы векторов. Сейчас мы займемся другим материалом, а именно вопросы, связанные с матрицей. Я хочу обратить ваше внимание на этот вопрос, на матрицы, потому что этот вопрос, дальше мы этот вопрос обсудим еще, но понятие матрицы является одним из основных в линейной алгебре. Итак, давайте мы займемся вот этим пространством. Что такое матрица? По существу у нас понятие матрицы уже было. Матрица – это таблица, прямоугольная таблица. Вот если матрица порядка m умножена на n, то это прямоугольная таблица, состоящая из m строк и n столбцов. Значит, m указывает, сколько строк, n указывает, сколько столбцов. Общая матрица. Это у нас уже было в начале, но еще раз повторим, ввиду важности. Итак, матрица А нумеруется двумя индексами. Каждый элемент А и КТ – элементы матрицы А. Первый индекс показывает номер строки, в которой находится этот элемент. Второй индекс показывает номер столбца, в котором находится данный элемент. Например, элемент А1,2 стоит в первой строке, во втором столбце. Дальше А2,n стоит во второй строке, в n столбце. АМ1 находится в мтой строке, в первом столбце. АМ2 – мтая строка, второй столбец. И так далее. АМ,n – мтая строка, n столбец. Теперь записывается как? Вот записывается в таком виде А и КТ, и равно 1 до m, то есть количество строк, количество столбцов, k равно 1,2,n. Или А и КТ, и строка, номер строки, k – номер столбца, m на n. Иногда m стрелочка, иногда такая черточка умноженная на n, но это не так важно. Если m равняется n, то получается квадратная матрица n-го порядка. Значит, размер, размерность n умноженная на n. Поэтому просто говорят, квадратная матрица n-го порядка. Нам часто придется иметь дело с квадратными матрицами, поэтому еще раз обращаю ваше внимание на структуру. Значит, у нее m строк, видите, вот первая строка, видите, все индексы первая единичка. Вторая строка, 2, и так далее, n-ая строка, n-ая. a n-1, a n-2, a n-ая. Теперь столбцы. Первый столбец, второй столбец, и так далее, n-ая. n строк, n столбцов. Теперь дальше. Это тоже мы обсуждали уже. Вот эта вот диагональ называется главной, то есть a1, a2, a2, a3, a3 и так далее. a n-ая называется главной диагональю. Дальше a n-1, ну, a1n тут написано. Теперь предыдущий элемент тут будет a2n-1 и так далее, a n-1. Это называется побочной диагональю. Ну, вы помните, что главные побочные диагонали играли важную роль в вычислении определителя. На чем мы тоже еще остановимся. Теперь некоторые частные случаи, важные частные случаи матрицы. Давайте их рассмотрим. Первая матрица самая простая по существу. Ну, может быть, не самая простая, но, во всяком случае, будем считать ее самой простой. Это нулевая матрица, у которой все строки, все столбцы состоят из нулей. То есть все элементы равны нулю. Тут, правда, не очень видно, сколько строк и столбцов, но считайте, что у нее m строк и n столбцов. Это не очень существенно. Во всяком случае, важно, что все элементы равны нулю. Очень важную роль будет играть единичная матрица. Давайте к ней присмотримся более внимательно. Обозначили ее большой буквой E, матрица. Это и есть следующее. Это и есть квадратная матрица, квадратная матрица n-го порядка. То есть количество строк здесь n, столбцов n. Теперь чему равняются элементы? Здесь отличные от нуля только элементы, стоящие на главной диагонали. И все они равны единице. То есть а и ката равняется единице, если и равно ка, то есть на главной диагонали, и равняется нулю, если и не равняется, или ж не равняется. Это не так важно. Не равняется. Значит, и и ка изменяется от единицы до n. Теперь дальше. Тоже важный случай. Верхняя треугольная матрица. Посмотрите, пожалуйста, на верхнюю треугольную матрицу. Что это означает? Совершенно естественно. Это матрица, у которой все... Вот на главной диагонали есть какие-то элементы. Некоторые из них могут быть равны нулю, но не все равны нулю. Под ней все элементы равны нулю. Все элементы вот здесь вот равны нулю. А здесь выше главной диагонали какие-то элементы равны нулю, какие-то не равны нулю, но во всяком случае что-то отлично от нуля. Вот это называется верхняя треугольная матрица. Я думаю, что понятно, что такое нижняя треугольная матрица. Нижняя треугольная матрица, вот это главная диагональ, И все, что выше все элементы равны нулю, а то, что ниже, по-разному. Либо равны нулю, либо не равны нулю. На главной диагонали могут быть тоже некоторые элементы равны нулю. Важная операция, которая совершается с матрицей. Матрица А' называется транспонированной относительно матрицы А. Если ее элементы равняются, вот посмотрите, пожалуйста, А, И, К, штрих равняется АКИ. Что это означает? Это означает следующее, что мы меняем местами строки и столбцы. Вот элементы, которые стоят в этой строке новой матрицы, они раньше стояли в этом столбце. То есть строки матрицы равны соответствующим столбцам матрицы. Строки матрицы А' равны соответствующим столбцам матрицы А. И наоборот. То есть строки и столбцы меняются местами. Транспонированную матрицу иногда обозначают буквы АТ. Видите, вот тут написано АТ. Вот давайте посмотрим. Квадратная матрица называется симметричной, если А' равно А. То есть если она совпадает со своей транспонированной матрицей. Что это означает? Вот посмотрите, пожалуйста. Это означает, что элементы матрицы симметричны относительно главной диагонали равны. То есть А, вот это вот главная диагональ. Видите, два равных индекса. Главная диагональ. А вот элементы симметричны относительно главной диагонали равны между собой. А1,2. Тут видите элемент первой строки в втором столбце. А вот здесь элемент, он стоит во второй строке в первом столбце, но он равен этому элементу. Дальше, а1,3 равняется, а вот тут должен был стоять элемент а3,1, но он равняется а1,3. Видите, вот это получилось. И это дальше, видите, здесь а1,n, видите, первая строка, а здесь стоит, она стоит в первом столбце. Последняя строка, видите, вот она, а1,n, она стоит в последнем столбце. Элементы этой симметричной матрицы равны, они совпадают относительно главной диагонали. Пожалуйста, обратите внимание на симметричную матрицу. Теперь дальше. Частными случаями прямоугольной матрицы является вектор строка и вектор столбец. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот вектор С. Видите? Это вектор столбец. Сколько у него координат? Минус два, три, ноль, минус четыре. У него строк раз, два, три, четыре. Четыре строчки и один столбец. Он называется обычно вектор столбцом. Или просто столбцом, или просто вектором. В пространстве R4. Теперь второй вектор А. Он имеет координаты 3, 2, минус 1, 0, 4. Строк у него одна строка. Столбцов сколько? Вот в первом столбце 3, в втором 2, в третьем минус 1, 0 и 4. Итак, одна строка и пять столбцов. Теперь равенство двух матриц. В сущности, мы об этом уже говорили, но мы еще раз повторим и дадим четкое определение для произвольных матриц. Итак, две матрицы одинаковой размерности, обращаю ваше внимание на это, называются равными, если равны их элементы с одинаковыми индексами. То есть фактически, вот имеется матрица А, ну здесь матрица квадратная, хотя это никакой особой роли не играет. Вот две квадратные матрицы, они равны между собой. Что это означает? Что равны их соответствующие элементы. То есть элемент, стоящий на пересечении и той строки катого столбца, равняется элементу матрицы B, стоящей на пересечении и той строки катого столбца. Точно так же, если это будут не квадратные матрицы, а прямоугольные матрицы, размерности какой-то M на N. То есть это фактически две равные матрицы, это фактически два отпечатка одной и той же матрицы. В частности, матрица есть нулевая матрица, видите, вот квадратная матрица, допустим, N порядка, есть нулевая матрица N порядка, если все ее элементы равны нулю. Теперь, допустим, вот имеется вектор столбец, и он есть нулевой. Когда он есть нулевой, когда другой столбец, когда вот вектор столбец какими-то размерами, он есть нулевой, когда все его элементы равны нулю. Теперь нам надо ввести операции над матрицами. Это не очень сложно сделать, потому что фактически, так сказать, как, что такое сумма матриц? Ну, первое, на что я обращаю ваше внимание, что это должны быть две матрицы одинаковой размерности. Складывать матрицы различной размерности нельзя. И вот сумма матриц, одинаковая размерность, называется матрица, элементы которой равны сумме соответствующих элементов, слагаемых. Итак, имеется матрица С, равная С и К, ее элементы С и К, это какие-то числа, С и К, Т. Имеется матрица А и Б, элементы матрицы АТ, А и К, Т, Б это Б и К, Т. Что такое С, равно А плюс Б? Это означает, что элемент, стоящий на пересечении И, той строки и К, этого столбца, равняется сумме элементов, соответствующих элементов А и К, Т плюс Б и К, Т. Это совершенно естественная операция, тут никаких особенных сложностей нет. Точно так же нет никаких сложностей в операции произведения матрицы на число. Значит, произведение матрицы на число лямбда, лямбда это вещественное число, называется матрицей той же размерности, элементы которой определяются таким образом. Б и К, Т равняется лямбда, умноженной на А и К, Т. Обращаю ваше внимание, что мы, когда мы матрицу умножаем на некоторое число, то это означает, что мы каждый элемент из этой матрицы, то есть М, умноженное на Н чисел, умножаем на одно и то же число. Свойства. Свойства довольно простые, потому что они сводятся к соответствующим свойствам для вещественных чисел, то, что известно из школы. А именно, Б плюс А равняется А плюс Б, то есть коммутативность или переместительность. Дальше свойства сочетательности. А плюс Б плюс С, это все равно, что мы складываем А плюс Б и прибавляем матрицу С. Теперь дальше распределительность или дистрибутивность называется. Альфа плюс бета на А равняется альфа на А плюс бета, умноженное на А. Это, говорят, дистрибутивность относительно скалярного умножителя. Или альфа на А плюс Б равняется альфа на А плюс альфа на Б. Как я уже сказал, здесь никаких особенностей нет, просто это все следует из соответствующих свойств до чисел. Существенно более сложной является операция умножения матрицы. Давайте мы этой операцией займемся и постараемся понять, как происходит умножение матрицы на матрицу. Итак, имеются две матрицы. А, размерность которой М умножена на Н. То есть М строк и Н столбцов. Умножается на матрицу Б, у которой Н строк, П столбцов. Обращаю ваше внимание, что Н и Н там одно и то же. То есть число столбцов в первой матрице должно быть равно числу строк второй матрицы. Значит, произведение матрицы А на Б называется новая матрица. Разменность ее будет М умноженная на П. М это число строк в первой матрице. П это число столбцов второй матрицы. Итак, размерность произведения С есть М на П. Элементы, которые вычисляются по формуле. С и КТ равняется. Сумма по индексу Ж от единицы до Н, А и Ж умноженная на Б, Ж, К. И от единицы до М, К от единицы до П. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет вот эта вот сумма. Как ее запомнить? Итак, мы ищем элемент матрицы С. С и КТ. Элемент С и КТ стоит на пересечении и той строки и КТова столбца. Он получается следующим образом. Мы берем элементы и той строки матрицы А. Я обращаю ваше внимание, что мы умножаем матрицу А на матрицу Б. Здесь важен порядок. Значит, мы берем и той строку матрицы А, первый сомножитель, умножаем на КТ и столбец, вектор столбец матрицы Б. Мы знаем скалярное умножение. Это и сумма произведения соответствующих координат. Значит, мы элементы и той строки умножаем на элементы КТова столбца. И так должно быть, размерность должна быть построена таким образом, чтобы вот эта сумма имела смысл. Чтобы это выполнялось, у перемножаемых матриц А и Б, число столбцов первого сомножителя, число столбцов это фактически длина строки, ну, Итой в данном случае, когда мы строили раньше, должна быть равна, должна равняться числу строк второго сомножителя. Число строк это высота столбца. Итак, как умножать, мы знаем, надо найти скалярное произведение элементов, стоящих в Итой строке первой матрицы, а именно матрицы А, и умножить скалярно на числа, которые стоят в КТом столбце матрицы Б. Свойство перестановки сомножителя при умножении отсутствует, то есть операция перемножения матриц не коммутативна. Я обращаю ваше внимание на это свойство, оно очень и очень существенно. То есть, в отличие от того, что раньше было, а именно, как мы перемножали числа, операция умножения матриц не коммутативна. Более того, иногда она даже смысла не имеет. А на Б мы можем умножить, а Б на А мы не можем умножить, потому что не выполняется вот это вот свойство, которое выше написано о равенстве числа столбцов, ну вот написано о равенстве числу строк. Пример, что А на Б не равняется Б на А. На самом деле, привести пример очень просто. Обычно матрицы не коммутативны, что для того, чтобы они были коммутативны, должны какие-то специальные свойства выполняться. Вот, например, если бы вторая матрица Б была бы равна Е, то есть единичная матрица, то это выполнялось бы. А так мы, ну, более или менее берем произвольные матрицы, и давайте берем и проверим это свойство. Вот посмотрите, пожалуйста. Вам надо будет самому проверить. Там вопросы для самой проверки, это как раз и будет. Видите, А матрица равняется 1,1,0,2. Б, ну вот написано, какая матрица. У нее по побочной диагонали единички. Теперь А на Б. Вот видите, сначала написали А, потом Б. Давайте посмотрим, чему равняется. Мы умножаем. Я хочу получить элемент, который стоит вот здесь. Как он получается? Этот элемент С1,1 стоит на пересечении первой строки на первый столбец и первого столбца. Поэтому мы первую строчку, первую строчку скалярно умножаем на первый столбец. Получается 1 на 0 плюс 1 умноженный на 1. 1 на 0 это 0, 1 на 1 будет единица. Вот получился первый элемент. Теперь мы хотим получить вот этот элемент. Он стоит на пересечении первой строчки второго столбца. Мы берем здесь первую строчку, здесь берем второй столбец. 1 на 1 равно 1, 1 на 0 равняется 0. Поэтому получается единичка. Теперь вот этот элемент мы хотим получить. Вторая строчка умножается на первый столбец. 0 на 0, 0, 2 на 1, 2. Ну и наконец последняя. Вторая строчка на второй столбец. 0 на 1, 2 на 0. Вот получается такая квадратная матрица второго порядка. Теперь БНА. Ну вот этот элемент. Как получить? Он стоит на пересечении первой строчки и первого столбца. Значит, первую строчку скалярно умножаем на этот первый вектор. Строчку умножаем на вектор столбец скалярный. 0 на 1 получается 0, 1 на 0, 0. Значит, получается 0. Дальше 0 на 1 будет 0, 1 на 2 будет 2, получается 2. Дальше 1 на 0 будет 0, 0 на 0 будет 0. 1 на 1 будет 1, 0 на 2, 0 на 0 будет 0. Значит, 1 плюс 0 будет 1. Теперь последний элемент. Вот он стоит. 1 на 1 плюс 0 на 2. Получается единичка. То есть получается, что АБ не равняется БА. Если заданное произведение А на Б, то можно ввести квадрат матрицы. Что такое квадрат матрицы? Это есть произведение матрицы на себя. А на А. И вот здесь совершенно удивительное свойство. Посмотрите, пожалуйста. Мы переимножаем две ненулевых матрицы. Вот они написаны. Строим квадрат матрицы А. Вот эта матрица А. Видите, у нее структура. Один элемент отличен от нуля. А именно С2,1. Он равен единичке. Мы умножаем на себя, получается нулевая матрица. То есть квадрат матрицы, ненулевой матрицы равняется нулю. Мы знаем, что если произведение двух чисел равно нулю, то это означает, ну, квадрат равен нулю, квадрат числа равен нулю, то это число равно просто нулю. А вот для матриц это свойство несправедливо. И вот видите, вот это приведет соответствующий пример. На самом деле мы будем использовать только частные случаи умножения матриц. И поэтому на них я хочу, чтобы мы обратили особое внимание. Давайте займемся этими частными случаями. Первое. Произведение матрицы на вектор. Вот имеется матрица. Вот матрица. У нее М строк и Н столбцов. А и КТ. М на Н размер. И вектор Х, который имеет Н строк. Вы видите вектор Х1, Х2, Х1. Он имеет один столбец и Н строк. Вот надо перемножить А на Х. Или, как говорят, применить матрицу А к вектору Х. Это можно сделать. Видите, тут количество столбцов равно количеству строк во второй матрице. А на Х, здесь обозначен через элемент У. Он принадлежит пространству РМ. У него будет М координат. Давайте посмотрим, что получится. Вот посмотрите, пожалуйста. Здесь это очень важно, хотя, конечно, и не очень сложно. Вот мы хотим получить первый элемент. Вот этот первый элемент. То есть С1,1. Что мы должны сделать? Мы должны первую строчку умножить на этот столбец. У нас единственный столбец. Посмотрите, что получается. А1,1 на Х1, плюс А1,2 на Х2, плюс и так далее, плюс А1,Н на Х,Н. То есть получается одно вещественное число. Теперь второе. Мы хотим получить С2,1. Вторую строчку мы умножаем снова на этот же столбец. Получается А2,1 на Х1, А2,2 на Х2, плюс А2,Н умножен на Х,Н. И так далее. Последнее. АМ1,Х1, АМ2 на Х2, АМН на Х,Н. Я обращаю ваше внимание, что, несмотря на то, что тут написано сложное выражение, на самом деле здесь довольно просто. Здесь написано М чисел. Вот это первое число, второе и так далее, МТ число. Другое дело, что каждое из них есть сумма произведений. Скалярное произведение вектора каждой строчки умножено на вот этот вот столбец Х1, Х2, ХН. Вот если он равен У1, У2, УМТ, то это фактически означает следующее. Вот эта вот запись АХ равно У. Означает следующее. Что вот эта вот сумма равняется У1. Вот вторая сумма равняется У2. Последняя сумма равняется УМТ. Я хочу обратить ваше внимание на вот эту очень важную запись. Значит, действие матрицы А на вектор Х, Х, получается некоторый новый вектор, который лежит в пространстве РНТ. У нас обычно будет квадратная матрица, обычная квадратная матрица, то есть М равно Н. Тогда тут думать ни о чем дополнительно не надо. Умножение всегда справедливо, и можно всегда применить вектор. И обычно у нас будет, как я сказал, квадратная матрица и будет. Но, с другой стороны, и вот такие случаи у нас будут. Во всяком случае, мы теперь можем умножать матрицу умножить на вектор. Теперь дальше. Произведение вектор строки на матрицу. Итак, имеется строка Х умножить на матрицу. Х1, Х2, ХН умножается на матрицу. Значит, тут столбцов Н штук, Н строк. Тут видите, АН1, АНН. Мы перемножаем, получается точно так же. Дело в том, что я не очень обращаю ваше внимание на это. Это приблизительно то же самое, что и раньше. Но, но, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это что у нас обычно, у нас будет правостороннее, то есть у нас обычно А будет применяться к вектору Х, а не обратно. Хотя иногда будет и такая запись. Ну, во всяком случае, будет встречаться и то, и другое, но чаще будет А в первом случае. Теперь дальше пошли. Пример. Ну, точнее, пример. Первый пример. Найти произведение матрицы А на вектор Х. Итак, матрица А, вот она записана, эта матрица. Мы умножаем, применяем ее к вектору Х. То есть умножаем матрицу А на вектор Х. И обозначаем через Y. Давайте посмотрим, что получится. Итак, вот слева написано А, справа написано Х вектор. Ну, прежде всего, как я уже говорил, мы должны проверить, можно ли их умножить. Видите, количество столбцов в матрице А, а в матрице А три столбца, четыре строки, кстати, и равно количеству строк во второй матрице, то есть в матрице столбца. Ну, действительно, строк три. Теперь как это получается? Вот давайте посмотрим, почему получается. Скалярное произведение вот этого вектора на вот этот. Это получается 2 на единичка плюс минус 1 на минус 3 плюс 3 умноженное на 3. Вот это написано в первой строчке. Теперь мы умножаем вторую строчку на этот. Вот это написано в результате. Значит, 1 на 1, 0, ну, на любое число это есть. 0, 2 на 3 будет третья слагаемая. Точно так же строится четвертая и пятая слагаемая. В результате получается следующее. Вот посмотрите. 2 на 1, 2, плюс 3, 5, плюс 9, получается 14. 1 на 1, плюс 6, получается 7. Ну и так далее. Получается, что вектор Х, то есть результат применения матрицы А к вектору Х равняется новому вектору У, у которого, видите, вот четыре элемента. У него один столбец и четыре строчки. Четыре, входит четыре элемента. Вектор строка на А. Итак, Х на А. Ну, вот записаны, какие матрицы. Тут нечего особенно рассматривать, они довольно произвольным образом взяты. Вот Х, вот он написан, вектор Х. Вот написан вектор матрицы А. Вот оно написано. Количество столбцов 4, количество строк 4. Ну, тут, правда, даже взяты квадратные матрицы, поэтому ничего особенного нет. Итак, перемножаем. Значит, надо 1 на... На самом деле не расписывается, вот как в предыдущем примере. Вот, смотрите. Делать таким образом. Вот я хочу получить первый элемент. Я первую строчку на первый столбец умножаю. 1 на 3, плюс 2 на 2, минус 1, минус 3, 4 на 0. 4 на 0 думать не надо, потому что это 0. А тут получается 3, плюс 4 и плюс 3. Ну, ясно, что будет 10. Теперь второе. Получается 1 на минус 2, 2 на 2, минус 1 на 0 и 4 на 2. Значит, получается 1 на 5... Ну, давайте сначала это проверим. 1 на минус 2 получается минус 2, 2 на 2 4. Значит, 2 получается и плюс минус 4 и минус 4. Значит, это минус 8 и плюс 2, минус 6. Получается минус 6. Третье получается 1 на 5, 5. Делаем таким. 1 на 5, 5, плюс 2 на 6, 2 на... 12 получается сумма 17. Минус 1 на 0, это 0, не надо думать. И 4 на 2, получается 8. 17 плюс 8, получается 25. Ну, последний элемент точно так же получается. Особенно часто нам надо будет умножать квадратные матрицы одного порядка. Различных размерностей. Или одного порядка... Различных размерностей, или различных порядков... Вот такие матрицы нельзя перемножать. Можно перемножать матрицы только одного порядка. Пусть А и Б квадратные матрицы порядка Н. Произведением А на Б называется квадратная матрица, того же порядка Н. С элементами С и КТ равняется. Вот С и КТ, сейчас мы посмотрим, чему равняется. Как мы помним, надо взять и-тою строку матрицы А и умножить на катый столбец матрицы Б. Так как они квадратные, то в отношении размерности тут ничего не надо проверять. Итак, вот написано. Первая матрица, ее элементы А и КТ. Вторая матрица Б, ее элементы Б и КТ. И мы получаем матрицу С, тоже квадратную матрицу Н-го порядка, как видите. Ну, элементы С и КТ. Вот смотрите, вот мы хотим получить, допустим, С и КТ. Ну, С1-1, так предположим. Мы должны умножить скалярно, а первую строку, вектор строку умножить на вектор столбец. Потому что пересечение первой строки первого столбца. С1-2 как получить? Надо первую строчку умножить на второй столбец скалярно. Итак, допустим, С1-Н надо вектор 1, у которого первая строчка координаты А и, вот видите, первая строчка А1-1, А1-2 и А1-Н умножить скалярно на вот этот столбец. А как скалярно? Суммы произведений соответствующих координатов. Символически это так будет. С и КТ равняется А и КТ, А и, значит, АИ-1 на А, надо умножить на Б1-КТ. То есть элементы, видите, А и этой строки АИ-1, АИ-2, АИ-Н умножить на элементы КТ-ого столбца матрицы Б, Б1-К, Б2-К, БН-К. Это умножение имеется в виду скалярное, то есть суммы произведений соответствующих координат. Ну вот здесь записано правило, давайте я его прочту, хотя мы уже его довольно подробно обсудили. Для получения С и КТ надо в первой матрице взять ее ИТ-ую строку, во второй матрице взять КТ-столбец, вектор-столбец, и найти их скалярное произведение. Теперь иногда приходится умножать строку, вектор-строку на вектор-столбец. Значит, что должно выполняться? Количество столбцов первого вектора должно быть, то есть количество его элементов должно быть равно количеству элементов во втором случае. Видите, там П1-2, 1, 2 и так далее, Н. Это сумма произведений. Вот это как раз С и КТ, это и есть сумма произведений ИТ-строки на КТ-столбец. Вот получился элемент С и КТ-произведений. Очень полезно научиться, конечно, хорошо перемножать матрицы, поэтому мы рассмотрим еще один пример. Вот перемножение двух матриц А и Б. Тут нет никаких особенностей, разве лишь тут 1, 2, 3, 3, 1, 2, просто взяты так произвольно, произвольным способом 1, 2, 4. У второй матрицы нет вообще никаких особенностей, она взята просто произвольным образом. Вот как получается элемент С1-1. Видите, получилась квадратная матрица третьего порядка. И давайте посмотрим, какие элементы. Вот С1-1, чтобы получить. Еще раз, это очень важно научиться. И действительно, в первый раз, когда человек учится, студент учится умножать матрицы, то это на самом деле не такой простой процесс. Приходится иногда аккуратно записывать. Вот сейчас мы это сделаем. Вы увидите, как это аккуратно делается. И только начиная с некоторого момента, если он довольно много потренировался, он начинает уже вычислять довольно таким простым способом. В том смысле, что он быстро это делает. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот С1-1. Мы берем первую строчку и первый столбец, и умножаем их скалярно. 1 на 0, 2 на 3, 3 на минус 1. 2 на 3, 6, плюс 3 на минус 1. Получается минус 3, 6 плюс минус 3, получается 3. С1-2. Первую строчку. Вообще, вот посмотрите, пожалуйста. С1-1, С1-2 и С1-3. Это все первая строчка. Вот видите, вот первая строчка, вот первая строчка, вот первая строчка. Итак, первую строчку умножаем на первый столбец, первую строчку на второй столбец, первую строчку на третий столбец. Ну, умножаем, я веду умножение скалярно, конечно. Итак, вот перемножается. Скалярно на это, скалярно на это и в третьем случае. Теперь давайте посмотрим. Ну, допустим, тут. 1 на минус 1, 2 на 4, 3 на 2. Значит, сколько получается? 2 на 4, 8, плюс 6, 14, минус 1, 13. Ну вот, точно так же и здесь получилось. Теперь посмотрите, пожалуйста. Мы ищем элементы во второй строчке. Видите, c2, 1, c2, 2 и c2, 3. Что получается? c2, тут вот первая, поэтому здесь вторая строчка первой матрицы. Видите, вот она написана. Ну, тут опечатка 3, 1, 2 тут. 3, 1, 2. И перемножается, вот видите, первый столбец, второй столбец, третий столбец. Ну, вот тут третья строчка берется, первый столбец. Вот он, видите, первый столбец, вот он снова первый столбец. Точно так же вычислены все остальные элементы. Теперь я хочу вам напомнить тему определителей n-го порядка. Этими вопросами мы уже занимались. В лекции 1 мы изучали определители второго и третьего порядка. И было дано, мы рассматривали определители второго и третьего порядка, рассматривали квадратные матрицы второго и третьего порядка по существу, и говорили, что такое их определитель. Выяснили свойства этих определителей. Потом было сказано, как вычислять определитель четвертого порядка. Я хочу обратить ваше внимание, что определитель третьего порядка, одно из свойств состояло в том, что определитель равен сумме произведения элементов некоторой строки на их алгебраические дополнения. Мы сейчас обсудим снова этот вопрос. Затем было сказано, как вычислять определитель n-го порядка с помощью такого же правила. Это правило сводит вычисление определителя n-го порядка к вычислению определителя n-1 порядка. Потому что алгебраические дополнения это и есть определители n-1 порядка. Итак, я хочу вам напомнить. Первое, что определители рассматриваются только лишь для квадратных матриц. То есть, допустим, определители второго, третьего, четвертого и так далее порядка. Это первое. Второе. Мы посчитали, между прочим, определители четвертого порядка. Один определитель. И выяснили свойства. Теперь мы снова вернемся к тому, что у нас было. Итак, определители n-го порядка. Рассматривается квадратная матрица n-го порядка. И вводится понятие определителя n-го порядка. Вот он пишется. Видите, в отличие от матриц, которые были круглые, тут пишется вот так. Кстати, для матрицы иногда применяется такая запись. Две черты пишутся. Или пишется детерминат. Дет. Детерминат. Дет. Первые три латинских буквы. И вот обозначение то же самое. Видите, вот эта вот матрица, только пишутся прямые. Вот такие. И по определению это и есть сумма произведения элементов а и каты. Катова столбца на алгебраические дополнения. Значит, берутся элементы какой-то строки или столбца и пишутся так. Сумма произведения элементов строки на алгебраические дополнения тех же самых элементов. Теперь хочу вам напомнить. Да, это называется разложение определителя по строке или по столбцу. Вот в данном случае по столбцу. Тут по катому столбцу есть разложение. Теперь что такое а и катая? А и катая – это алгебраическое дополнение элемента а и катая. Что это такое? Мы берем в определителе n-го порядка, видите, вот он, в определителе n-го порядка. Мы, что такое минор, а и катая? Мы берем, зачеркиваем строку и столбец, на пересечении которых стоит элемент а и катая. Вот, допустим, m2,1, что это такое? Мы берем элемент, мы берем, вот видите, это есть минор, m2,1. Мы берем этот элемент, и он стоит на пересечении второй строки и первого столбца. И зачеркиваем первый столбец и вторую строку. Получается определитель n-го порядка, тоже снова определитель. И вот он называется минором элемента а2,1. Как видите, он не зависит от элемента а2,1, потому что элемента а2,1 мы вычеркиваем. А что такое алгебраическое дополнение? Алгебраическое дополнение элемента, это есть минор, видите, и m и катая, минор m и катая. И умноженное на такое число, на минус единица в степени i плюс k, то есть номер строки плюс номер столбца. Видите, это минор элемента а и катая. И номер строки, k номер столбца. Мы пишем минус единица в степени и плюс k. Я хочу напомнить, что минус единица в степени и плюс к равняется либо плюс единице, если и плюс к четное число, либо равняется минус единице, если и плюс к нечетное. То есть это фактически алгебраическое дополнение элемента. Это есть его и минор, взятый либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Иногда этот определитель обозначается часто в приложениях через букву вот этот такой треугольничек. Это греческая буква, она называется дельта. Дельта, вот это группа дельта. Это буква дельта, буква греческого алфавита. Теперь свойства определителей. Первое свойство, это свойство такое, при транспорнировании матрицы величина определителей не меняется. Помните, мы в лекции 1 говорили, что это означает? Это означает, что что мы говорим об определителе, когда мы говорим об определителе, то и формулируем свойства, допустим, для строки, то это все равно, что формулируете это свойство для столбцов. Мы обычно формулируем это свойство, допустим, для строк, а для столбцов получается аналогично. Ну, например, при перестановке двух строк определитель меняет знак. То есть сама величина определителя меняется по абсолютной величине, а меняется просто его знак. Если был со знаком плюс, то становится знак минус, а если был минус, то становится знак плюс. Точно так же можно было бы сформулировать так. При перестановке двух столбцов определитель меняет знак. Дальше. Определитель с двумя равными строками равен нулю. Как я сказал, определитель с двумя равными столбцами равен нулю. Ну и точно так же все остальные я не буду каждый раз повторять. Давайте для строк формулировать. Умножение всех элементов некоторой строки определителя на число равносильно умножению определителя на это число. Что это означает? Это очень важное свойство. Оно говорит о том, что общий множитель всех элементов некоторой строки можно выносить за знак определителя. Мы уже это обсуждали когда-то. Ну еще раз, на что я хочу обратить ваше внимание. То есть умножить определительно на некоторое число, это означает умножить на это число элементы некоторой строки или некоторого столбца. Все элементы, конечно. Некоторые строки или некоторого столбца. В отличие от умножения числа на матрицу. Там мы умножаем все элементы всех строк и всех столбцов. Не только лишь одной. Но здесь вот такое свойство. Так, если все элементы какой-либо строки равны нулю, то определитель равен нулю. Но определитель это число. Вот почему это так? Потому что когда мы составляем его определитель какого-то матрицы, у которой все элементы строки равны нулю. Или просто сразу берем определитель, у которой все элементы строки равны нулю. То помните, мы умножали ноль на алгебралическое дополнение, ноль на алгебралическое дополнение. А ноль умноженное на любое число есть ноль. Так что все это свойство очевидно. Если к элементам какой-либо строки определителя прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженные на одно и то же число, то величина определителя не изменится. То есть добавление к одной строки линейной комбинации других строк величины определителя не меняет. То есть вот у нас есть некоторая строка, мы можем прибавить все элементы другой строки, умноженное на какое-нибудь число. Только все элементы. И прибавляем соответствующие элементы. Тоже когда-то это было. Теперь дальше. Если в определителе некоторая строка является линейной комбинацией двух строк, то он равен соответствующей линейной комбинации определителей. Ну, у нас было такое, что если в определителе какая-то строка есть сумма двух строк, то получается сумма двух элементов. Каждый элемент является суммой двух, то получается сумма двух определителей. У которого в соответствующей строке стоят первые элементы, а в другой строке другие, вторые уже все элементы. И вот теперь вот это свойство, которое я еще раз напоминаю вам. Это по существу не свойство. Свойство с одной стороны, а с другой стороны это есть определение определителя. Получается такое. Вот посмотрите, пожалуйста. Сумма произведения элементов какой-либо строки на соответствующие алгебраические дополнения к этой строки, там была и т строка, а теперь к т строка, то равняется. Если и две строки равны между собой, вы видите, вот если мы умножаем сумму произведения элемента строки на алгебраические дополнения элементов этой же строки, то получается определитель, просто по определению. А если мы умножаем сумму произведения элементов какой-то строки на алгебраические дополнения другой строки, то получается ноль. Вот это очень и очень важное свойство. Ну и, наконец, новое свойство, которое у нас раньше не было, потому что у нас не было понятия произведения квадратных матриц, а именно определитель произведения квадратных матриц одного порядка равен произведению определителя со множителями. Ну вот, это свойство справедливо. Оно не просто доказывается, но, в самом случае, оно и имеет место. Теперь, итак, что такое произведение матриц мы с вами ввели. Теперь мы займемся следующим вопросом. А нельзя ли делить одну матрицу на другую? Теперь давайте подумаем, что означает разделить А разделить на Б. Ну, первое, это Б не равно нулю должно быть, если взять два вещественных числа. А, во-вторых, это все равно, что А умножить на единицу на Б. Но единица на Б, это есть, так сказать, Б в минус первой степени. То есть, фактически, нам надо научиться для каждой матрицы строить обратную, если это, конечно, возможно. И, с другой стороны, нам надо указать какой-нибудь алгоритм для построения матрицы. Вот этим мы сейчас и займемся. Ну, первое, об этом я уже говорил, что если задано вещественное число, не равно нулю, то можно ввести понятие А в минус первой степени. И что означает А в минус первой? А это и есть следующее. А на А минус один равно единице. Допустим, 5 на 1 пятую равняется единице. 1 пятая называется обратным числу 5. Итак, пусть задана квадратная матрица порядка n. Матрица А называется невыраженной матрицей. Это очень важное понятие. Если определитель не равен нулю. И теперь матрица А минус один называется обратной невыраженной матрицей, если А на А минус один равняется А минус один, умноженное на А. И их произведение равняется единичной матрице. Почему здесь дважды сказано? Потому что произведение матриц не коммутативно. Поэтому надо строить и А на А минус один должно быть выполняться соотношение, и А минус один на А. Оказывается, что если матрица невыраженная, то, во-первых, у нее существует обратная матрица. И это условие невыраженной является необходимым и достаточным для нахождения обратной матрицы. Более того, мы покажем конструктивный процесс для построения обратной матрицы. Это совсем не простой процесс, надо сказать, но во всяком случае очень важный процесс. Итак, займемся этим делом. Значит, итак мы доказали, что есть дали определение обратной матрицы. Теперь обратно. Если А минус один существует, то детерминант А не должен быть равен нулю. То есть матрица должна быть невыраженной. Почему? Потому что по определению, допустим, А на А минус один равно Е. Детерминант произведения равняется произведению детерминантов. Детерминант единичной матрицы равен, естественно, произведению единиц, стоящих на главной диагонали. Больше там ничего нет. И детерминант произведения равняется произведению детерминантов. Это свойство 9. Мы применяем его. И получается, что детерминант А на детерминант А минус один равняется единице. Откуда следует, что детерминант А и, кстати, детерминант А минус один не равны нулю. И в произведении детерминант А на детерминант А минус один равняется единице. Я обращаю ваше внимание на это свойство. Теперь, как строится обратная матрица. Мы сначала приведем алгоритм построения обратной матрицы, а затем мы докажем этот алгоритм, а затем мы приведем пример. Итак, алгоритм построения обратной матрицы. Вычислим определитель А и проверим, что детерминант А не равен нулю. То есть мы проверим, что матрица не вырождена. Первое. Второе. Для каждого элемента А и КТ вычисляем алгебраические дополнения. Как это делается? Этот вопрос мы уже обсуждали. А именно, для каждого элемента мы находим его минор М и КТ для элемента А и КТ и берем минор со знаком минус единица в степени и плюс К и находим алгебраическое дополнение. Составим из этих алгебраических дополнений А и КТ матрицу А с волной. Ну, естественным образом, А и КТ, А большое, обращая ваше внимание, это алгебраические дополнения, они будут стоять в ИТ строке и в КТом с лобцем. Вот видите, А с волной. А1-1, А1-2, А1-Н, А2-1, А2-2, А2-Н, АН-1, АН-2, АН-Н. Это называется присоединенной матрицей. Итак, для любой матрицы можно эту матрицу построить, потому что нет никаких особенностей. Другое дело, что это счетная работа, и она, если мы берем матрицу второго порядка, надо считать 4 числа, а если матрицу третьего порядка, то 9 чисел. Ну, это уже другой вопрос, это техническая часть. Теперь вот что делаем. Мы транспонируем матрицу эту. Посмотрите, пожалуйста, АТ. Мы заменяем первую строчку, у нас первая строчка у нас становится первым столбцом, вторая строчка, видите, становится вторым столбцом, Н-ная строчка становится Н. То есть мы транспонируем матрицу А с волной. И затем разделим все элементы транспонированной присоединенной матрицы. Мы уже присоединенную матрицу протранспонировали. И каждый элемент делим на число, детерминат А, который, как мы знаем, не равен 0, потому что матрица не вырождена, а это необходимое достаточное условие для того, чтобы существовала обратная матрица. И вот получили матрицу, и утверждается, что эта матрица и является обратной для матрицы А. Видите, такой конструктивный процесс, совсем непростой, но уж что есть. Сейчас мы докажем формулу для матрицы третьего порядка. Итак, у нас задана квадратная матрица третьего порядка. Мы считаем, что и определитель не равен 0, матрица не вырождена. И, во всяком случае, составляем алгебраические дополнения. Вот они написаны. Вот А с волной – это присоединенная матрица. Вот она написана. Присоединенная матрица. Видите, вот у нас матрица А и КТ – это элементы, а большой и КТ – это элементы присоединенной матрицы. А это, напоминаю вам, алгебраические дополнения. Теперь строим А с волной Т. Вот протранспонировали, видите, строки с толстами. Об этом мы уже обсуждали. И теперь мы хотим доказать, что полученная матрица, видите, вот единица на определитель А. Вот А, вот эта матрица А, это А с волной транспонированной, разделенная вот на это число, не РА. Это не равно 0, поэтому разделить можно. И нам доказать, что это произведение нам дает единичную матрицу. Конечно, надо бы доказать, что вот произведение этой матрицы, присоединенной, транспонированной, на эту матрицу равняется. Ну, это точно так же доказывается. Давайте посмотрим, как это делается. Ввиду того, что это не умещается, я сделал следующее. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот мы первую строчку умножили на первый столбец. Видите, первую строчку, вот он, скалярно умножили на первый столбец. Затем вторую строчку умножили на второй столбец. А третью строчку на третий столбец я уже не умножал, поставил просто вот такую звездочку. Теперь дальше. Вторую строчку умножили на первый столбец. Вторую строчку на второй столбец. Вторую на третью, вот тоже я поставил звездочку. Третью строчку мы умножили на первый столбец. Третью строчку на второй столбец. Третью строчку на третий столбец. Тут тоже звездочка. Теперь посмотрите, давайте внимательнее посмотрим, что получилось. Видите, тут написано А1,1, А1,2, тут должно быть написано А1,3, опечатка тут. А1,3, то есть сумма произведения элементов первой строчки на алгебраические дополнения этой же строчки, тут 1,3 я напоминаю вам, и это равняется, мы уже обсуждали этот вопрос, это равняется определителю. То есть это равняется определителю А. Теперь мы берем первую строчку, а это алгебраические дополнения второй строчки. Видите, А2,1, А2,2,2. Сумма произведения элементов первой строчки на алгебраические дополнения второй строчки равняется 0. Дальше. Вторая строчка, вторая строчка, А2,1, А2,2, А2,3. И алгебраические дополнения элементов, видите, вот первой строчки, А1,1, А1,2, А1,3. Сумма произведения элементов второй строчки на алгебраические дополнения первой строчки равна 0. То есть вот это будет 0. Дальше. Сумма произведения, вот видите, вторая строчка на второй столбец, видите, А2,1, А2,2, А2,3. Это второй столбец второй матрицы, вот он, А2,1, А2,1, А2,2 и А2,3. Она равняется просто пределителю А. Ну и так далее, все считаем. Теперь в результате получается следующее. А, вот тут более детально. А1,1, А1,2, А1,3. Тут вот, тут точно такая же ошибка. А1,2, А1,3. Равняется А, А1,1, А1,2, А2. А вот сумма произведения элемента первой строчки на алгебраические дополнения второй строчки равняется 0. Итак, произведение получается единица деленная на определитель, единица на А, тут получается А, определитель А, определитель А, определитель А, а все остальные элементы равны нулю. Если определитель А можно здесь вынести или разделить на каждое, вот единица на А, тут получается единичка, единичка, единичка. То есть получается диагональная матрица квадратная третьего порядка, у которой на главной диагонали стоят единички, то есть получилась матрица Е. Ну, что и требовалось доказать. Как я сказал, надо проверить обратно, а именно надо проверить, что обратно транспонировано присоединенное умноженное само матрица, то Е деленное на величину детерминанта тоже равняется единичной, но это делается точно таким же способом. В силу вот этого свойства, которое вот сумма произведения элементов строки на алгебраические дополнения элементов другой строки. Или там будет столбца на алгебраические дополнения другого столбца. Или того же самого. Итак, пример. Найти матрицу обратную к матрице. Вот написано матрица второго порядка. Надо найти обратную. Итак, матрица А в первой строчке 2,4, во второй 1,3. Первое, что делаем, вычискаем ее определителем. 2 на 6 минус 4 равняется 2, не равно 0. Матрица не выражена, обратная матрица существует. Теперь считаем. А1,1 равно 3. А1,2. Значит, А1,2. Первая строчка, второй столбец. Зачеркиваем первую строчку, второй столбец. Ищем минор этого элемента. Значит, сначала я ищу М1,2. Это получается, он равен единице. Дальше. Знак какой? Алгебраическое дополнение, это есть минус единица в степени 1,2. Умноженное на минор. 1,2. Минус единица в степени 1,2. Это минус единица в кубе. То есть минус единица. Минус единица умноженная на вот эту вот единицу. Получается минус единица. Теперь берем А2,1. Это сначала мы минор считаем. М2,1. Вторая строчка, первый столбец. Вот вторая строчка, первый столбец. Будет 4. 4. Теперь знак какой? Знак такой. Минус единица в степени 2,2,1. То есть минус единица в кубе получается минус 4. Дальше. А2,2. А2,2. Остается элемент 2. Пишем 2. Это есть минор. М2,2. А минус единица в какой степени? 2 плюс 2 есть 4. То есть минус единица в четвертой равняется единице. Поэтому получается 2. Вот мы его и запишем. Потом мы транспонируем. Транспонируем. Получается вот такая вот матрица. И единица на дельта. То есть единица на детерминант. Одна вторая получается. А вот это транспонированная матрица. Теперь перемножаем А-1 на А. Значит, вот 3 минус 4 минус 1 на А. 2,4,1,3. Допустим, вот здесь променяем. 3 на 2,6. Минус 4. Получается 2. 3 на 4,12. Плюс минус 4 на 3. Получается 0. Дальше. Минус 1 на 2 будет минус 2. Плюс 2 на 1 будет 0. Дальше. Минус 1 на 4 будет минус 4. И плюс 3 на 2,6. Получается 2. Одну вторую сюда вносим. Каждый элемент делим на 2. Ну, 0 деленное на 2 получается 0. А 2 деленное на 2 будет единица. То есть получается единичная матрица второго порядка. Ну, для матрицы второго порядка даже можно нетрудно вывести общую формулу, как вы понимаете. Ну, во всяком случае, вот как строится. Я обращаю ваше внимание, что дело сводится к вычислению определителем всей квадратной матрицы второго порядка и четырех алгебраических дополнений. Теперь следующее. Найти матрицу обратной к матрице. Вот матрица записана. Итак, в первой строчке 3,4,1. Во второй строчке 2,3 единица. В третьей 5,2,2. Первое, что мы делаем. Мы вычисляем этот определитель. 3,4,1. Теперь дальше. Что мы делаем? Мы пользуемся свойствами. Уже мы этот вопрос обсуждали на первой лекции, когда мы вычисляли определитель. Вот только тут значки неправильные. Тут надо написать знак определителя. То есть не матрицы, а вот такие прямые. Значит, вот здесь прямые и здесь прямые. Ну, вот всюду вот эта вот матрица, а определитель, как я уже говорил, пишется прямым. Теперь вот что получается. Значит, итак, из второй строчки мы вычитаем первую. Получается минус 1, минус 1 и 0. Потом мы умножаем на минус 2 и складываем с этой строчки. Минус 2 на 3 получается минус 6. И 5 будет минус 1. Минус 2 на 4 получается минус 8 и 2 минус 6. Минус 2 плюс 2 будет 0. Вот получается это. И дальше мы раскладываем по элементам последнего столбца, третьего столбца. Видите, 1 умножен на алгебраическое дополнение. Значит, это первая строчка, третий столбец. Первая строчка, третий столбец. Значит, минус 1 в степени 1 плюс 3, то есть минус 1 в четвертой степени. То есть получается плюс 1 умноженное так. На что будет? Минус 1, минус 1, минус 1, минус 6. Минус 1 на минус 6 получается плюс 6. И минус, минус 1 на минус 1. Три раза минус даст нам минус. 6 минус 1, 5 не равно 0. Итак, определитель А действительно не равен 0. Итак, матрицы третьего порядка не выразены. И, следовательно, она... А минус 1 существует. Вычисляем определители. Как я сказал, тут все должны быть прямые. 3, 1, 2, 2. 3 на 1, это 3 на 2, 6. Минус 2 на 1, 2. Это получается 4. Теперь тут вместо равенства должна быть точка. То есть умножить на это значение. Тут тоже точка умножить на это значение. Минус 1, 1 плюс 2, это в кубе умноженное на 2 на 5, 10. 2 на 2, 4. И минус 1 на 5, получается минус 1. Да, минус 1 в кубе, получается 1. Ну, точно так же А1, 3. И так можно вычислить эти определители. Значит, А с волной, это составлено из алгебраических дополнений всех. Вот они вычислены, все эти алгебраические дополнения. Потом это все транспонируется. Видите? Транспонируется. Все получается, это вот матрица. И что нам еще осталось? Надо разделить на... Единица разделить на величину определителя. А у нас она равна 5. Получается, А минус 1 равняется вот такой вот матрице. Значит, получается А на А минус 1. Мы вычисляем. Мы хотим доказать, что равняется Е. Действительно, А минус 1, вот это есть обратная матрица. Итак, 1, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Это есть матрица А. А вот это есть матрица А минус 1. Ну и включаем, конечно, множитель 1, 5. Получается... Ну, тут нетрудно, но давайте вот проверим. 3 на 4, 12, плюс 4, минус 11. Значит, получается 5. 5. Тут вот. Минус 18, плюс 4, плюс 14. 4 плюс 14, получается 18. Минус 3 на 6, минус 18 будет 0. Ну и так далее. Получается, если разделить на 1 пятую, получается единичная матрица. Итак, мы с вами научились строить матрицу А минус 1. Это очень важно. То есть это фактически мы научились делить матрицы. Хотя, так сказать, просто взять и разделить две матрицы, это такая невозможная операция, чисто формально. Но разделить это все равно, что умножить на обратную матрицу. И поэтому мы ввели все эти операции. Я обращаю ваше внимание, что они совершенно нетривиальные. И построение всех этих, вот А на Б умножение и построение обратной матрицы, это, ну, совершенно непростая операция. Но, с другой стороны, это нам научиться, потому что, ну, вы понимаете, что, как вы в школе умение умножать и умение делить, это очень важная операция. Теперь давайте займемся понятием ранга матрицы. Я должен вам сказать, что понятие ранга – это очень важное понятие. Мы к этому понятию дальше вернемся. Я несколько слов скажу дальше. Но, во всяком случае, понятие ранга очень важно. Рассмотрим прямоугольную матрицу порядка m умноженной на n. Вот эта матрица, она у нас много раз встречалась, поэтому я не буду на ней подробно останавливаться. Теперь матрицу А можно рассматривать следующим образом. Вот давайте возьмем первую строчку. А1, 1, А1, 2, А1, n. Это есть n чисел. n чисел. То есть, а n чисел у нас – это некоторый вектор, вектор строка в пространстве rn. Второе, а2, 1, а2, 2, это есть тоже некоторый вектор строка в пространстве rn. И так далее. А m1 – это весь есть вектор строка в пространстве rn. Точно так же первый столбец, видите, у него m чисел, он определяется m числами, поэтому первый столбец можно рассматривать как вектор-столбец в пространстве rn, потому что у него m координат. Точно так же можно взять второй, ну и так далее, последний. Теперь, ну вот это и в существу записано. Вот каждая строка является вектором арифметического пространства rn. Оно иногда называется линейным арифметическим пространством. Это одна и та же терминология. И вот аналогично столбца. Вопрос о линейной независимости строк. Итак, вопрос о линейной независимости строк столбцов в матрице сводится к определению линейной независимости вектор строк в пространстве rn И вектор столбцов в пространстве РМТ. Итак, вместо того, вот мы рассматриваем матрицу и говорить о независимости строк, это все равно, что говорить о независимости М малая векторов А1, А2, АМТ. Ну или вот видите, А1, А2, АМТ. Если вот по этим. Значит, или это линейное независимое пространство РМТ, или пространство РМТ. А у нас было это понятие. Рангом называется, рангом матрицы, называется максимальное число линейно-независимых строк. Оказывается, что это одно и то же число получается. И вот обозначение через РРТА. И в конце концов можно дать эквивалентное определение. Если задана матрица, то мы составляем всевозможные миноры любого порядка. Первого порядка, второго порядка и так далее. Всевозможные миноры. И ранг матрицы оказывается равен наибольшему из порядков отличных от нуля миноров. Это очень тоже... Эти два определения эквивалентны. Иногда первым способом, иногда вторым способом. Вопрос о рангах мы еще вернемся, как я сказал. А вот тут имеется матрица и вычисляется ее ранг. Я обращаю ваше внимание на то, что в нем третья строчка состоит из нулей. А вот определитель третьего порядка, видите, вот такой определитель. Он равен пяти, не равен нулю. Значит, определитель всей матрицы равен нуля. А определитель третьего порядка из элементов этой матрицы, он не равен нулю. И вообще, может быть, только один, только определитель не выше третьего порядка. Потому что четвертого точно равен нулю. Поэтому ранг этой матрицы равен трем. Теперь, что я хотел бы в заключении сказать. Значит, и так мы научились исследуем пространство РН. Тут имеются вопросы для самопроверки. Ну, пожалуйста, запишите эти вопросы. Я должен сказать, что первые два вопроса, это вопросы, которые у нас раньше были. Они рассматривались в лекции. Поэтому надо просто продумать. Обращаю ваше внимание, что квадратные матрицы, вот подумайте, правда, тут не было четко такого вопроса. Но к этому вопросу мы вернемся еще. А здесь просто произведение А на Б минус Б на А. На самом деле они не коммутативны, поэтому А на Б минус Б на А не равняется нулю. Но надо вычислить для матриц. И вот вычислить определитель. На что я обратил бы ваше внимание, что в третьем определителе вот из третьей строчки можно вылезти альфа, а из четвертой можно вынести альфа квадрат. Вот. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Ну еще вот пятая это обратная матрица. Но на этом я заканчиваю. Всего хорошего. До свидания. До следующей лекции. Субтитры сделал DimaTorzok